Я хочу извиниться перед всеми своими телезрителями. Извиниться за то, что на протяжении нескольких месяцев называл горстку выскочек политиками. События минувшей ночи показали, что лучшее название им свора. Как есть, так есть. Здравствуйте. Резидентские выборы уникальный шанс для любого народа показать единство большинства и использовать его для рывка вперед. При этом уважаю мнение меньшинства. И так оно и было. Свободно развивались флаги партии и организации над пикетами по сбору подписей и на агитационных митингах. Всем зарегистрированным кандидатам был предоставлен прямой эфир. Для чего они его использовали, вы сами видели. Из длитого количества злобы и личных субъективных обид, не имеющих ничего общего с государственными интересами, должно было, по их мнению, хватить на весь белорусский народ. Но в итоге этот концентрат истерики целиком достался их сторонникам, доведя их до буйно помешанного состояния. Все, кто призывал людей на площадь, твердили, это будет мирный протест. Им в ответ, в том числе и я, говорили, не врите. Это была даже не ложь во благо, это было прямое подстрекательство к преступлению. И во имя чего? Благо народа? Да вся Беларусь была шокирована увиденным. Или это Лукашенко и Сидорский громили дом правительства? Нет, там совсем другой вожак. Я месяц назад назвал его молодым фюрером и еще думал, не перегнул ли с эпитетом. А вчера вечером увидел и понял, не перегнул. Добрый христианин, как он себя представлял избирателем, командовал погромщиками, которые в этой жизни еще ничего не построили. Они покрыли позором свои символы. После вашего лая в прямом эфире белорусы только активнее пошли на выборы, чтобы спокойно и законно, с истинно белорусским достоинством показать, что ценят мир и согласие в своем доме. Ни один здравомыслящий европеец не назовет зачинщиков этих беспорядков узниками совести. Это уголовники. Надеюсь, у них будет время вдали от политики осознать содеянное. Каждый человек в этой стране имеет право на собственное мнение. И я по-прежнему уважаю тех, кто сделал свой выбор не в пользу действующего президента. Это их право. И проголосовавшее за Лукашенко большинство должно его уважать. И более того, всеми силами стараться объединить усилия на действительное благо Беларуси. В запале предвыборной борьбы никто не заметил, что это были первые выборы в стране, в которых участвовали люди, рожденные уже не в СССР, а в независимой республике Беларусь. Наш суверенитет достиг совершеннолетия. И те, кто попытался испортить этот уникальный для нашей земли праздник, достойны наказания. Строгого, но справедливого. Как есть, так есть. До свидания.